Книга «Открытым оком» Вопросы на тему Святой Библии, номер 354, Евангелие от Луки, 12 глава, 51 стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Как это понимать?» – отвечает Игнатий Лавкин. «Когда читаешь церковные журналы, то очень ясно видно, что ни патриарх, ни архиерея не знают содержания Библии. Про редакторов и не спрашивай, они на работе. Что дают, тем и смазывают. Чуть не всегда не только не христианское пишут, а прям противоевангельское. Так в этом вопросе о мире путает все, переворачивает с ног на голову. И тут же притулит фразу приписанному Серафиму Саровскому «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». «И хотя ни разу от 200 лет не смогли указать на исполнение этих якобы серафимовских чтений, но воруют слова эти друг у друга, укоряя проповедующих словом истины». Иеремий, 23 глава, 30 стих. «Посему, вот я, на пророков говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». Псалом 119.7 «Я мирен, но только заговорю, а не к войне». «И не тысячи, но десяток не могу показать нигде, чтобы был дух мирный, то есть монашеское молчание, их целование головок, приходящих к ним на поклонение, и чтобы это спасало бы кого-то». Житие описатели составляют сказки о жизни ушедших неизвестно еще куда, занимаются мифотворчеством, бьют все к канонизации. Будто бы с царца в высоких клобуках решают участь смертных, кого проклясть в ад, а кого-то раз в столетие в рай. Шумная кампания по канонизации. Все это из-за предельной гордости и высокоумия. «Мирный дух доверяется Богу и не входит в потустороннее, не домогается прежде суда великого и страшного лишать участь смертных». 1 Калимфинам 4.5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Христов и его учения зовут к иной жизни, к иному влечению. Матфея 6.33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам». Людям же хочется здесь устраивать свое благополучие. Потому Иоанн 15.18-19 стих говорит «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас с ненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как бы вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир», говорит Господь. Слово Божие, проникая в сердца людей, влечет их в разные стороны. Кто-то отмахнется, попытается, а кто-то сразу же принимает и устрояет свое бытие по нему. Непринявшие начинают лютовать, навязывают христианам свое мировоззрение. Обязательно, чтобы все толпой, коллективно, все одинаково шли и возложили веньки к монументу и в вечному огню, принесли жертвоприношение виллу Владимиру Ильичу Ленину. Иеремия 51 глава 4 стих «И посещу вилла в Вавилоне, и исторную из уст его проглочены им, и народы не будут более стекаться к нему, и даже и стены вавилонские падут». Евреям 4 глава 12 стих «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого в меча обойдают и остров, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». «Слово Божие нельзя противоречить» Ефесянам 5 глава 6 стих «Никто не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». «Самая нетерпимая религия на земле еще не придумана, но христианство в этом плане – одна из самых нетерпимых, не допускающих никакого плюриаризма, уважения к чужому мнению или лжетолкованию. Из одного слова, единосущие, мечи гремели три столетия, не на жизнь, а на смерть. Христианство не допускает в вопросах веры никакого компромисса, подмены». Матфея 5 глава 37 стих «Но да будет слово ваше да-да и нет-нет, а что сверху этого, то от лукауга». «Но да будет слово ваше да-да и нет-нет, а что сверху этого, то от лукауга».